Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами очередные phrasal verbs И здесь у нас будет два глагола Здесь будет stand и здесь будет take И давайте посмотрим, что мы имеем и что здесь может быть Итак, don't worry, I will stand by you Я уже знаю If you get into trouble Не волнуйся, я тебя поддержу Если у тебя случатся проблемы Если ты попадешь в какую-то неприятность Итак, здесь у меня будет stand by Stand by Вот таким образом И stand by очень-очень часто встречающийся фразовый глагол Stand Stand By Поддержать Поддержать Поддержать, помочь Там как-то подсобить В общем, короче говоря, поддержать По-другому не скажешь Далее The letters UN stand for United Nations Stand for Вот так оно пишется Значит Или расшифровываться Stand for Значит Stand for Значит Или Ну как сказать по-другому Ну, значит Я не хочу морочить голову сейчас никому Значит Когда встречается такое Это встречается, когда у вас какие-то аббревиатуры Какие-то понятия Какие-то всякие разные обозначения Там, например, вот чего-то такое Вот Stands Stands For Smile Ну вот, как-то так Или Или что-то в этом роде Там Или, допустим У вас может быть такое I Там дальше Что-то так вот И дальше вот такое Stands Stands For I love you I love You Вот как-то так Далее You'll really stand Так In the crowd If you wear the yellow shirt Так Что же здесь может быть-то Ты действительно Ага Ты действительно будешь выделяться Из толпы народа Если оденешь желтую рубашку Так Значит Здесь будет stand out Stand out Здесь такие фразовые глаголы Которые более-менее понятны Даже Можно догадаться о их значении Stand out Stand out Очень часто после stand out Ставится off Выделяться из чего? Значит Выделяться из Выделяться из общей массы Выделяться из толпы Выделяться еще как-то Выделяться из Кстати Stand out Это также выйти из строя Допустим Стоит шеренга Кто-то один вышел Это тоже stand out Далее After he retired Paul took Так Чего-то там Голф Если хобби Ага Ясно Значит После ухода на пенсию Пол выбрал гольф Как в качестве хобби Или начал заниматься гольфом Короче говоря Здесь take up Take up Это очень частое выражение Тоже Take up Take up Там something Допустим И там дальше As Чего-то там Выбрать что-то В качестве чего-то Выбрать Заняться Вот так вот еще можно это сказать Заняться чем-то Заняться И дальше какая-то деятельность У вас будет стоять Далее I was taken Так Подождите секунду Что же здесь будет By Pam's rude behavior at the party Так Я была Ну Обескуражена Шокирована Грубостью Pam На вечеринке Так А что же здесь будет Ага Здесь будет A back Все я знаю Уже здесь будет A back Вот так оно пишется Это очень интересное выражение A back Не путайте с back Это две совершенно разные вещи Take a back Take a back То есть дословно Уложить на обе лопатки Значит Обескуражить Обескуражить Шокировать В общем Ну Сотворить что-то такое От чего все будут в ужасе Шокировать Кстати Обычно Это достаточно Негативное выражение Поэтому Позитивно шокировать Кого-то Это Excite Там Какой-то Что-то в этом духе Но take a back Это негатив Кстати Обратите внимание Что здесь Passive I was taking a back Тоже очень часто Я была шокирована То есть Если я поставлю I took a back То это Я кого-то Шокирую чем-то I was taking a back Это я шокирована То есть На меня Надо мной Как бы произвели Действие Вот такая вот Штука Эти глаголы Здесь Как раз В отличии Там от предыдущих Может видео Здесь глаголы Очень жизненные Поэтому друзья Запомните Это все дело Это очень часто Встречается Это очень жизненные вещи Запомните Выпишите Потому что Я не могу сказать Что какой-то из них Более употребляемый Какой-то менее употребляемый Они все В равной степени Здесь Очень-очень Употребляемые Записывайте Коллекционируйте Фразовые глаголы Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому